В Свердловской области 100% подключение потребителей к централизованному теплоснабжению обеспечили 90 из 94 муниципалитетов. По оперативным данным регионального МинжКХ, к утру 8 октября тепло подали в 99,95% жилфонда и 99,91% объектов социальной сферы. В общей сложности на Среднем Урале отапливается почти 86 млн кв. м. жилья и 5452 учреждения соцкульбыта. Продолжается подключение в Камышлове, Белоярке, Верхнем Дуброво и Екатеринбурге. В Екатеринбурге, по данным органов местного самоуправления, тепло получает 99,9% жителей. В оставшемся жилфонде управляющие компании и коммунальные службы работают над устранением завоздушивания внутридомовых систем. Большинство артемовцев были приятно удивлены своевременной подачей тепла, хотя предположения были самые пессимистические. Масштабный ремонт теплосетей также вызвал немало кривотолков. Однако нужно отметить, что его качество, по крайней мере на глаз обывателя, весьма и весьма высокое. Что хочется верить, подтвердится в течение всего отопительного сезона. Все бы ничего, но вот со сроками выполнения у нас как всегда проблема. И для того, чтобы окончательно завершить работы, потребуется еще время. Соответственно, участки автодорог, в районе которых проходит ремонт, продолжат оставаться закрытыми. Соответствующее решение подписал глава муниципалитета. Между тем, остановка узел связи расположена действительно в узловом месте. Сразу несколько учебных заведений и дошкольных учреждений. Управление полицией, суд и ряд других важных объектов расположены именно в этом районе. В итоге учащимся и мамам с малышами приходится добираться до пункта назначения, преодолевая грязь и лужи. А дальше будет еще сложнее. Затяжные дожди, по прогнозам синоптиков, скоро сменятся снегом. Что для артемовских пешеходов – вечная головная боль. Да и служащим и чиновникам учреждений, расположенным в районе узла связи, приходится не сладко. Управление образования, администрация, муниципалитета и прокуратура расположены в другой части города. И чтобы доехать до них на легковом транспорте, приходится делать знатный крюк по дорогам, качество которых весьма печально сказывается на состоянии автомобилей. А расстояние ощутимо бьет по кошельку автовладельца. Бензин нынче не дешев. Вот и получается, вроде бы всего лишь одна остановка, а сколько проблем от каждого дня ее бездействия. Выходит, как обычно, не подрасчитали, не применили комплексный подход к решению проблемы. Специалисты обратили внимание на то, что попутно отремонтированным тепловым сетям расположены сети водоснабжения. Их, в отличие от теплотрассы, не ремонтировали. Что же делать, если на водоводе произойдет авария? Появляются реальные опасности для теплопровода. А это возможное отключение теплоснабжения, причем в реальные холода. Налицо несогласованность с службой ведомств, чиновников и исполнителей работ. И все же будем надеяться, что с работами коммунальщики справятся вовремя, и транспорт вновь начнет ходить по привычному маршруту. А отопительный сезон пройдет без серьезных проблем.